Вам не кажется, что выступления глубоко уважаемого мной Юрия Шевчука и Парфенова и Ижи с ними, которые прорываются, и нестыковки в оценках действительности между Путиным и Медведевым, это часть глубоко продуманного сценария? Вот, мол, покажем Западу, смотрите, у нас есть разные точки зрения. Понимаете, если бы они умели так глубоко придумывать и продумывать сценарии, то, наверное, русская провинция жила бы иначе, да, и русская экономика была бы другой. То есть они свой титанический мозг, который вам рисуется, могли бы направить на что-нибудь более насущное. Я абсолютно уверен, что никакой конспирологии нет, нет никакой глубокой игры, никакого заговора. Есть ситуация практически безвыходная, когда люди сами отрубили себе все возможности для ротации власти. Им уже не хочется там находиться, они устали. Все-таки? Да, ну, конечно, а что, ну, 12 лет-то. Ему же, так сказать, тяжело. Никаких других способов сменить власть нету, парламента нету, выборов нету, они задыхаются. Даже мне, в общем, просто как писатель, уже скучно про них писать, представляете, как скучно им. Вот и вся ситуация. Значит, надо ждать какого-то ее развития. Дай бог, чтобы на нынешних парламентских выборах люди отстояли свой последний легальный способ выразить отношение к происходящим. В противном случае мы обречены на несколько лет или даже десятилетие медленного гниения, чего бы очень не хотелось, потому что живем одного. Субтитры создавал DimaTorzok